Всем привет! Это Вероника. Очень рада видеть вас у себя на канале. Сегодня мы с вами снова будем наводить чистоту в доме. Вы знаете, в каком огромном количестве я скупаю всякую разную бытовую химию. И мне становится немножко страшно. Почему? Потому что, во-первых, это реально химия. Это достаточно дорого. И эта бытовая химия загрязняет окружающую среду. Поэтому я решила обратиться к народным рецептам. Просто-таки рецептам наших бабушек и прабабушек. И попробовать навести дома чистоту с помощью вот такой вот всем известной пищевой соды. Почему, собственно, сода? Сода – это натуральный продукт. Пищевая сода здесь написана не просто так. Сода – это, по сути, щелочь, гидрокарбонат натрия. И я думаю, каждый, кто хоть раз пытался что-то печь по рецептам дома, ну, 100% вы видели, что для теста используется сода, да, как разрыхлитель. Соответственно, если уж соду можно употреблять внутрь, то убирать помещение с помощью соды гораздо более безопасно, чем какими-то там, не знаю, химическими средствами, которые могут провоцировать, там, не знаю, раздражение, аллергии и так далее. У соды низкая цена. Она убивает вредные микроорганизмы. Она безопасна как для детей, так и для стариков, так и для беременных, так и для человека в целом. Ну, и помимо человека, сода еще безопасна для наших домашних, любимых животных. Единственное, что я сразу хочу обозначить, что соду не стоит сравнивать с какими-то мощными, химическими, профессиональными очистителями для дома, потому что сода подходит скорее для таких помещений, за которыми в целом ухаживают, которым нужна уборка, но никогда это какой-то трэш-случай, где ничего, кроме химии, ваш дом не спасет. В общем, сегодня мы с вами будем делать такую эко-френдли уборку помещения. Мне кажется, это реально очень актуально, очень современно. Так что сегодня я вам покажу самые работающие рецепты. Все испробовала на собственном доме. И очень-очень рада поделиться этими рецептами с вами. С помощью соды можно очень здорово очищать фрукты и овощи, которые вы купили в магазине, принесли домой. Особенно мне очень нравится вот такой способ очищения винограда, потому что я, например, виноград ем всегда с кожей. И мне всегда казалось, что как-то вот, если просто промыть виноград под водой, будет немножко маловато очищения, поэтому можно залить соду водой, положить туда виноград и оставить на какое-то время. А обычные фрукты я тоже промываю с помощью соды. Я делаю вот такой вот скраб из соды для фруктов. Дальше я просто каждый фруктик перетираю в руках вместе с содой. Ну и, собственно, откладываю в сторону и дальше все это смываю водой. У меня нет никакого расстройства на эту тему. В принципе, я, наверное, могу легко даже какой-то грязный фрукт съесть. Но вот так вот глобально я стала больше заморачиваться на тему очищения продуктов питания, потому что все-таки дочка ест, постоянно там как-то подходит ко всяким разным нашим фруктикам, которые стоят на столе. Поэтому, чтобы не лечиться потом от всяких кишечных инфекций, лучше уж хотя бы минимально постараться на начальном таком этапе и подготовить все фрукты к тому, чтобы они были чистые и готовые к употреблению. Детскую посуду, конечно же, очень здорово мыть с помощью соды. Я, конечно, мама еще та. Я спокойно мою всякие бутылочки, соски в посудомоечной машине. Но, тем не менее, не знаю, как это объяснить. Те, кто мамы поймут, иногда в бутылочках, в сосочках все равно остается такой вот какой-то запах, ну, как вот такое свернувшееся молочко или вот что-то такое. Гели, которые предназначены специально для очищения бутылочек, вот этот вот аромат не всегда убивают. А с помощью соды это все легко просто на раз, два, три убивается, убирается. Поэтому мне очень нравится. Плюс, опять-таки, я, наверное, в тысячу раз сегодня об этом скажу, потому что главное, что таким образом вещи, с которыми соприкасается ваш ребенок, да, будь то пустышки или бутылочки, они будут максимально безопасны, потому что сода легко смывается водой. Если уж мы продолжим, давайте, про детскую историю, конечно же, с помощью соды можно мыть детские игрушки. Признаюсь честно, я это делаю не часто, потому что просто, ну, вот эти, скажем, игрушки пластиковые, они и так каждый день купаются с дочкой в ванне, но тем не менее. Я, кстати, слышала способ, что можно и меховые всякие такие вот пушистые игрушки присыпать содой, оставлять на какое-то время, а потом пылесосить. Но у нас мягких игрушек практически нету, как-то я их сразу истребила, поэтому вот если есть что-то такое пластиковое, что нужно помыть, мою с помощью соды. Ну и, конечно же, всякие детские столики, всякую детскую мебель тоже легко мыть с помощью соды. И, конечно же, не забывайте не отгонять вашего малыша от помощи, потому что малышки стараются и хотят быть вместе с мамой в такой момент. Я не скажу, что у нас дома прям куча серебряных всяких разных приборов. У нас есть буквально одна вот такая ложечка, которую мама подарила Миланье, там то ли на полгодика, то ли на что-то такое. И я заметила, что эта ложечка стала такой вот темной, я вспомнила все сериалы про какие-то династии, королевские семьи, где они там круглые сутки начищают столовое серебро. Посмеялась, посмеялась, а потом увидела, что с помощью соды очень легко отмыть серебряное украшение. Буквально пару минут потереть и, собственно, все, сразу все сияет, как новое, красивое, чистенькое. Так что вот такой вот легкий способ почистить серебро с помощью соды. Еще сода просто отлично отбивает всякие неприятные запахи. Я не знаю, как она их впитывает, наверное, в себя. Поэтому можно сделать вот такую небольшую плошечку, засыпать ее с содой и поставить в холодильник. Конечно же, нужно следить за гигиеной своего холодильника, за качеством продуктов. Но я думаю, вы все знаете, что вот у каждого холодильника так или иначе есть какой-то такой свой аромат. Я уж не знаю, откуда он берется, но он есть. Поэтому вот такая чашечка с содой вас очень выручит. Сода отлично убирает запах с разделочных досок, с ножей. Конечно же, можно просто забросить посуду в посудомойку или помыть ее с помощью обычного средства для мытья посуды. Но даже вот средства для мытья посуды с такими какими-то яркими отдушками иногда не с самого первого раза убивают вот такие адские ароматы типа лука, чеснока или рыбы. Вот чего-то такого. Поэтому вы можете все, с чем соприкасался такой, скажем, ароматный овощ или рыбка протереть с помощью соды. Можно вот эту кашицу даже оставить на какое-то время на разделочной доске и потом смыть. И вы поймете, что запаха никакого нет. И разделочная доска пахнет абсолютно нормальной. Нож тоже, в общем, восторг. Ну и, конечно же, запах неприятный с рук тоже можно легко убрать с помощью соды. Потому что если вы резали лук или чеснок или ту же самую там рыбу или что-то такое дико ароматное, этот запах просто мытьем рук не убивается. Поэтому я советую вам сделать такой легкий скраб из соды, потереть хорошенько ручки, смыть, высушить полотенцем. И еще я очень советую вам обязательно сверху нанести какой-нибудь питательный крем для рук, потому что сода все-таки имеет свойство подсушивать кожу. Конечно, с помощью такого раствора соды можно легко убирать саму кухню и столешники. Потому что сода, это, как я уже и говорила, это такой легкий абразив, который может что-то стереть. Так и просто хорошо очищающий компонент, поэтому иногда я, когда мне хочется такой экологичной уборки, совершенно спокойно убираю поверхности кухни с помощью соды. Единственное, я бы не стала тереть очень активно содой глянцевые поверхности, потому что сода все-таки, мне кажется, может их как-то немножко порушить, расцарапать. А вот на такие стандартные столешники сода работает просто отлично, так что рекомендую. Еще один интересный совет, который я нашла, сода помогает убрать запах из мусорного ведра, что имеется в виду. Ну, во-первых, вы само ведро можете помыть с помощью соды, а еще вы можете насыпать соду в само ведро или в мусорный пакет, и таким образом запаха реально становится меньше. Но все-таки я вам советую просто почаще относить мусор на мусорку. Еще с помощью соды можно очень неплохо почистить чайник от всякой грязи внешней и внутренней, от жира, от накипи. Если говорить конкретно о сильной накипи, то я бы рекомендовала вам сначала залить в чайник лимонную кислоту, вскипятить ее, а потом еще раз прокипятить чайник с содой. Многие моют чайник уксусом, я вам это не рекомендую делать, потому что запах уксуса из чайника вытравить потом просто очень тяжело. Так что вместо уксуса старайтесь все-таки использовать лимонную кислоту. У меня сильной накипи нет, мы пользуемся бутылированной водой, но какой-то такой легкий налет присутствует, поэтому иногда я чищу чайник с помощью соды. Я сначала просто кипячу соду в чайнике, мне кажется, это как-то хорошо размягчает всякие внутренние загрязнения. Дальше я просто натираю чайник, все вот эти жирные капельки и все остальное. Да, я не боюсь мыть электрические чайники под водой, но вот здесь должны понимать, что вы должны максимально оберегать электрические контакты от попадания воды. То есть не нужно переворачивать чайник и всеми контактами лить воду. Аккуратненько, аккуратненько и у вас все получится. После этого я еще раз наливаю в чайник чистую воду, кипячу и вуаля, чайник чистый готов. Еще с помощью соды очень классно отмывать, знаете, такие заскорузлые чайные разводы на чашках. У нас такого не бывает практически, потому что, опять-таки, достаточно, ну как достаточно часто, я постоянно пользуюсь посудомойкой. Но раньше, когда я мыла посуду руками, вот знаете, вот эти всякие средства для мытья посуды, они именно такой налет не до конца смывают, если сильно тереть. А вот сода справляется с этим просто на раз, два, три, ну и плюс это достаточно безопасно и экологично. Еще сода неплохо пригодится в стирке вещей, она помогает убрать неприятный запах с одежды. Я вам сейчас объясню, что имеется в виду. Знаете, бывает такое, что какая-то грязная, влажная вещь залежалась и вот у нее появляется запах какой-то такой вот, ну как, немножко заплесневелый. И если просто постирать вещи, иногда этот запах не убирается. Поэтому вы можете сделать такую вот ванночку из соды, положить туда вещи и потом их постирать, как обычно, и запах исчезнет. Еще с помощью соды неплохо очищать стиральную машину. Вообще, опять-таки, скажу по своему опыту, если вы пользуетесь нормальными порошками и в вашем регионе нормальная вода, то особой грязи в машине не бывает. Но, тем не менее, иногда это делать нужно. Я засыпаю соду в отделение для порошка, еще я насыпаю соду прямо в барабан. У нас в машине есть специальный режим очистка барабана. Он такой, знаете, как объяснить, он такой более грубый, там постоянно крутится вода во все стороны. Но вы можете поставить просто самый горячий режим и ваша стиральная машинка скажет вам спасибо. Вообще, с помощью соды очень легко убираться в ванной комнате, убирать ванну саму, раковину. Например, когда у нас дочка была совсем маленькая, мы перед тем, как ее купать в ванне, я мыла ванну с содой. Потому что добавлять что-то такое химическое или там уж совсем такую, знаете, какую-то хлорку не всегда и нужно. То есть иногда нужно просто очистить вот какое-то первичное загрязнение. Соответственно, очень классный эффект получается, потому что ваша раковина абсолютно чистая, блестящая. При этом в комнате или конкретно в ванной комнате абсолютно отсутствует запах вот такой вот химии. То есть у вас просто безумно чисто, но при этом свежо. Просто супер. Ну и мое любимое, это, конечно же, лоток для кошки. Мне кажется, ни одно видео у меня не обходится без чистки кошачьего лотка. Здесь система тоже такая же. Смотрите, конечно же, если вы пользуетесь наполнителями для кошки, и нужно просто почаще его менять. То есть не нужно заставлять кошку мучиться и мучиться от этого запаха. Но даже если мы говорим о такой рутинной уборке лотка, то его тоже можно производить с помощью соды. Потому что кошки очень не любят запах хлорки, лимона. И некоторые вредные кошки после того, как вы почистите их лоток с помощью какой-нибудь химии, просто отказываются туда ходить. А сода как раз-таки убивает все запахи, убирает их, но при этом не отпугивает кошку. И также вы можете насыпать соду под слой наполнителя. Тогда запах по помещению будет распространяться еще слабее. Супер совет, мне он очень понравился. Ну что, друзья, вот таким огромным количеством способов можно использовать обычную пищевую соду для уборки помещения. Я уверена, что я еще использовала не все рецепты, которые только возможны. Потому что я сегодня сделала упор все-таки на такую уборку именно помещения. Но в целом соду можно использовать и в косметологии, и вообще и горло ей промывать, и что ей только можно делать и не делать. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Может быть у вас есть какие-то свои работающие рецепты на основе соды. Так что напишите их, пожалуйста, в комментарии. Будет очень-очень интересно почитать и узнать что-то новое. Большое вам спасибо за просмотр. Если вы еще не подписаны на мои видео, то, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк. Мне это очень-очень приятно. Для меня это самая большая награда за съемку видео и подготовку вот такого контента. Люблю вас, целую, обнимаю, обожаю. До встречи на моем канале. Пока-пока.